Всем привет! Сейчас будет маленько непонятное предисловие, но потом все прояснится, не переживайте. Итак, о чем же мы? Каждый раз, когда нам приходится делать что-то впервые, наш мозг выдает инструкцию поведения на основе пережитого опыта. Другими словами, мы повторяем действия, которые подглядели в фильме, прочитали в книге, ну или просто «так делает сосед и точка». Однако на самом деле всегда есть альтернативные способы, до которых не все еще додумались и которые могут оказаться очень полезными. В этом видео мы научим вас, как делать некоторые вещи самым простым, практичным и эффективным способом. Итак, это 8 вещей, которые вы делаете неправильно. Поехали! Делай как я! Мы все обычно делаем бутерброды примерно так. Тяп-ляп, один кусок на другой, готовы. Что тут заморачиваться лишний раз? На самом деле, самый лучший способ приготовить правильный бутерброд – это сделать так, чтобы начинка полностью покрывала хлеб. А для этого ингредиенты нужно нарезать по особой методике. Итак, вы готовы к раскрытию великого секрета бутермастеров? Вот она! Универсальная схема! Наслаждайтесь! А что, отличный бургер! Запутанные наушники Одна из самых больших проблем современного мира, который наверняка ужасно бесит всех и каждого, это когда мы достаем наушники из кармана, а там какой-то непонятный клубок проводов. Ух, хочется выкинуть это все и наорать на кого-нибудь в придачу! Тихо-тихо, успокойтесь. Есть простой способ решения этой проблемы. В следующий раз, когда вы купите хлеб, не выкидывайте вот эту пластиковую штучку, которой был закрыт пакет, а используйте ее для того, чтобы аккуратно свернуть наушники. Как говорится, вуаля, наушники не спутываются, нервы в порядке. Как зачеркивать написанное? Иногда нам нужно зачеркнуть что-то, что мы написали, при этом так, чтобы никто не смог ничего разобрать. Секретики, короче говоря. Так вот, для этого мы обычно заштриховываем все горизонтальными линиями, и да, чаще всего в итоге ничего не видно. Но гораздо проще и эффективнее зачеркнуть все круговыми штрихами, тогда уж точно ваши тайны останутся в безопасности. Правильное использование пространства. Когда мы собираемся в путешествии, нам постоянно приходится думать и выбирать, какие вещи мы с собой возьмем, а какие нет. Иногда эта задачка совсем не простая, особенно для девчонок. Но и в итоге проще взять все, а потом действовать по ситуации. Но вот как все это уместить в малютенький чемодан? И опять же, все легко и просто. Если вы сложите вещи таким образом, то вполне возможно, что у вас все-таки получится впихнуть невпихуемые. Отверстие в мусорных корзинах. Хоть раз это случалось с каждым. Ты достаешь пакет с мусором из ведра, а он рвется, и весь мусор падает на пол. Чтобы избежать этого, проделайте отверстие по бокам мусорного ведра. Это предотвратит образование вакуума, и пакет вытащится гораздо легче. Может, вам покажется, что это звучит глупо, но вы попробуйте. Должно помочь. Как греть еду в микроволновке? Микроволновка — наше все. Что только люди не вытворяют с этим чудом инженерной мысли. Но чаще всего мы используем микроволновую печь по назначению. Разогреваем пищу. К сожалению, результат нас не всегда удовлетворяет. Еда то не разогреется нормально, или разогреется, но только с одной стороны. Эх, жизнь боль. Но теперь, благодаря суперкрутому лайфхаку, вы можете забыть об этом. Нужно проделать небольшое отверстие в середине. Таким образом, еда будет разогреваться более быстро, а главное — равномерно. Дыши правильно. Правильное дыхание — это не только один из способов познать дзен. Также оно очень важно для здоровья в целом, и в особенности для мозга. Ну, там циркуляция кислорода и так далее, и тому подобное. Оказывается, лучше всего дышать, используя диафрагму. Сейчас многие, наверное, воскликнут. Какая диафрагма? Носом надо дышать! Не-не, ребят, информация проверенная. Сейчас поясним. Дыхание бывает двух типов — грудное и диафрагмальное. Грудное — это когда, как ни странно, мы дышим грудью, а диафрагмальное — это когда животом. Вот тут как раз и работает мышца, называемая диафрагмой. Как правило, все пользуются смешанным видом дыхания. А это, ну, не то чтобы вредно. Там дальше много медицинских терминов, погуглите, если заинтересовало. Факт в том, что животом дышать полезней. И тут встает вопрос, как этому научиться. Элементарно! Примите следующее положение — положите на живот что-то типа книги, чтобы не укатилось. И старайтесь максимально поднять этот предмет. Когда вы начинаете дышать правильно, обогащенная кислородом кровь начинает быстрее циркулировать по организму, что положительно скажется на вашем здоровье. Как спрятать верблюжью лапку? Никто не любит показывать верблюжью лапку. Однако это часто происходит, когда в области паха одежда прилегает слишком плотно и образует складки. Чаще всего так бывает с джинсами, лосинами или шортами. К счастью, чтобы не стать объектом насмешек, есть способы избежать этого. Самое главное — это носить одежду, подходящую вам по размеру. Выбирайте удобную одежду. Например, платье из мягкой ткани, которые плавно очерчивают контуры тела, скрывая некоторые недостатки. Старайтесь покупать купальники вашего размера, а не на размер меньше. Это только подчеркнет то, что вы так стараетесь скрыть. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. Продолжение следует...